приветствую всех с вами не рамос и как гласит вывеска над дверью бактус джек добро пожаловать в очередную серию внимательного прохождения для русской версии паразит и в 2 и у нас остается примерно только идти вот в этот дом ветхий дом заходим через эту дверь нет ну вот так зарядим пулевых патронов себе а кстати говоря погодите-ка митохондрия 4000 я шоке от такого заявления ладно я не думаю что мне сейчас понадобится антитела сохраним пока боезапас не боезапас а запас очков опыта скажем так здесь нет ничего интересного отсюда виден фургон мистера дугласа на пыли что-то нацарапано разгадай мою загадку перед тем как уйдешь сколько бочек в центральном ряду тайны комнаты когда узнаешь иди в комнату где 21 летний парень встретил смерть где ты видишь себя а 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 хлеб кто здесь для ч ты уйду это существо девочка и а ahan мы охотимся чтобы выжить знаешь сколько турбе улететь на взорвал ту башню убийца лишний селька дюжин должна быть благодарна мне девочка я спас лосанжелес той ночью кто ты и как ты связан с этими монстрами ну давай коржу смеются тот к смерть последний им будет наш митохондрия а что смешного господин хороший логично мимо вот это я гениально зарядил ох ты ж попал вот Хе-хе, я наконец-то понял, Ева твоя, хе-хе, интересный поворот. Ева? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После внезапного упоминания Евы 9-й воспламенился, возможно из-за потерявшей контроль над своей силой Аи и сама Аи вырубилась. И мы видим некую девочку на операционном столе. В таких играх подобные кадры ничего хорошего не предвещают. Юный Ряди сильно повезло, что ее стекло у меня не расцарапало всю. Учитывая, что это лампа или как она называется. Было прямо над ней. И вон вся койка в стекле. Что-то в первый раз услышу именно мокрые шаги. Кто-то недовольный пришел. Это лампа или как она называется. Продолжение следует... Стой! Старик сказал мне, куда ты пошла! Мэдиган? Это ты? Ох, можешь направить свою пушку в другую сторону? Прости. Что здесь случилось? Куда он делся? Он? Кроме тебя здесь никого не видел. Но... Ого! Ты себя хорошо чувствуешь? Я... В порядке. Ах, да! Старик сказал мне... Что убежище находится в тех холмах? А еще он уверен, что это и есть логово монстров. Логово? Холмы достаточно далеко. Придется ехать на машине. Хорошо. Давай поедем на моей. Дело, говоришь? И тут у нас все потемнело. Мы за 9 патронов, по сути, победили босса, потому что один патрон я в мимо всадил. Отсюда виден фургон мистера Дуглеса. Ночь достаточно светлая. Это приятно. Здесь одиноко висит старое полоте для девочки. Майя однажды надела подобное. Оно запачкалось, и она очень расстроилась. Та девочка выглядела прямо как Майя. Что она пыталась мне сказать? Здесь больше нет ничего интересного. Зашла луна. Сегодня полнолуние. Друг из Японии сказал мне, что они называют это пятнадцатой ночью. Полнолуние сулит удачу. А здесь оно просто жуткое. Не тревожно от виду полной луны. По крайней мере, с ней хорошо видно улицу. Зашла луна. И как видите, здесь уже нет этого текста. Отсюда виден фургон мистера Дуглеса. Здесь ничего нет. Так, мебель мы осмотреть не можем. Теперь эта дверь открыта. Умник. Блин. Товарищ Мэдлигер. Ты, блин, еще сдохни там. Ну надо же. А то бывает, иногда он любит очень сильно нарываться. Но урон, а полечить его никак нельзя вообще. А ну да, смотрите, кстати, он все равно умудрился пораниться. Что? Это же противотанковая мина. Должна быть одна из ловушек былся. Мины это не очень гуманно. Однако НМС не люди. Но НМС должны быть гигантскими. Должно быть гигантским, чтобы продать использование мин. Брр. Это мы с вами уже видели. Что там три бочки? Абсолютно ничего. Там больше ничего нет. Сейчас я зайду убедиться, что при перезаходе даже надпись больше не появляется. Да, все. Тут мы больше не сможем эту подсказку прочесть. Поэтому я в начале серии на нее обратил внимание. Ой. Ну ты рыба, что это, блин? Взял, потрогал меня за всякое. Что это за наглость такая? Отсюда видно груду выброшенных машин. А, фургон мистера Дугласа отсюда уже не видно, да? Ну да, видимо из ветхого дома видно, потому что он поближе. А тут больше мусора всякого нагородили. А, кстати. Надеюсь, мои машины в порядке. Старый каркас кровать. Постойка, к нему прикручен выдвижной ящик. Я просто открою его и к нему будет пусто. Поражает вот эта фраза. В нем больше ничего нет. Как будто в нем что-то было. В нем абсолютно пусто. В полотеном шкафу. Тут, кстати, никакой реакции на окно с полнолунием. На, господин Мадиган, вы хорошо, конечно, встали, загородив пол экрана. А, священный полоток. Видимо, внутри находится священная игра сувениров. До того, как Мистер Дуглас поставил здесь забор, здесь была проезжая часть. Не, ну, конечно, в одиночку столько всего сделать. Это удивляет. Бабочки не ожидали, что их будут такой, таким способом уронять. Уронять, блин. По-какофски это сказал. Интересно было узнать. В Магавске, мини-тотеме, пара макосинов из оленей шкуры. На стене висит потрясающее, потрясающее боевое крушение для головы. Все они выглядят, как самодельные индейские сувениры. Продолжение следует... А, по смыслу. Четыре бабочки. И на них я потратил 12 пуль, и еще одну из них Хайлл сгасил. Несколько видов мороженого. Ну, она до сих пор не расставила. Видимо, здесь есть электричество. Нороженое. Нет, я не хочу толстить. Газеты и журналы. Последняя дата 28 августа. Какой-то корреспондент сюда не доставляет уже неделю. Да, в этом мы все видели. Стоп. Куда это-то собралось? Разве это не твоя машина у заправки? Да, товарищ Мэддиган предусмотрительно не дает нам раньше времени уйти в другую сторону. Список запланированных поставок. Это заметки о продовольственных закупках. Ну и дела. Это, господа, скавенджеры. Они же падальщики. Сожрали машину. 200 с лишним урона. Ох, моя прекрасная машина. Я ее только что отремонтировал. Они добрались даже до двигателя. Может, тебе сделать из нее некое подобие настенного трофея? Так, что теперь? Нет, негде хранить. Ну да, я 9-мм боеприпаса не тратил практически. Содержимое багажника не пострадало. Видимо, мне повезло. Да, хоть какой-то оптимизм Айя пытается сохранять в такой-то ситуации. Так, у меня сколько места? 5 кусков. Пока выкину. И знаете, пулевые мне сейчас не особо нужны. Я их тоже выкину пока. Так, что теперь ты думаешь? Может, мистер Дуглас одолжить свой грузовик? Ну да, а я недолго пребывала в смятении печали. Кстати, да, вон на заднем плане, обратите внимание, видны и вот дом-призрак, и вот сувенирный магазин. Нет, это, по-моему, не сувенирный магазин. Его с такого угла видно быть не должно. Да, сувенирный вот как раз-таки не попадает в камеру. Он вот прямо вот, ровно за заправкой. Это вот тот дом, через который мы заходили в дом-призрак. Отсюда хорошо видно. Черт, я очень любил свою машину. Теперь она украшена следомет зубов НМС и их слюной. Я еще даже не выплатил кредит за нее. А еще я дала ей имя Кэрри. Груду старых шин. Что сказать, Кэрри погибла этой ночью. Думаю, нам нужна новая тачка. Каким-то образом, автозаправка осталась невредимой. Только у меня нет машины, чтобы воспользоваться ею. Так, а господин Мэдиган больше не разговаривает со мной. А, нет. Какой погром. Да, тут бочки перевернули все. Телефоны проутоборон. Нужно найти другой телефон. Вывеска упала. Это тоже сделали монстры? Удивительное стремление к разрушению. Прямо как у людей. Сложно сказать, у кого оно больше. Надеюсь, владелец застраховал все это. Так. Ну что ж. Нас ждет сначала зачисточка. Давайте пройдем в подвал. Так, да, здесь никого не должно быть. Я жду, когда враги дэйздадут звук, а мы же с Кайлом тут зачистили. Поэтому тут никого не... Враги не должны звук издавать. Нет, не будем включать. Крайне редко в темноте удается побегать. А, кстати, сейчас это во вреду хорошо. Потому что если бы свет был включен, то монстры спали бы. Ладно, заодно показал. У меня, например, такая ситуация очень редко бывает, что тут монстры не спят. Обычно хоть приходи... Хоть дубинку успей. Так, надо уже начинать чуть-чуть поосторожнее играть, а то я как-то слишком расслабленно действую. Так, давайте даже я пока не буду использовать протеинку. А пока вот этим способом подлечусь. А мы сейчас пойдем... А протеинку я оставлю на случай, если я в бою сильно пострадаю. Ну, кстати, вот как здесь. Монстры сейчас спят. Потому что они не любят свет. Вот, подходи и режь этих гадов. Вот здесь. А я собираюсь. Монстры сын, в галки пол. Ну, что его надо設 tener? Хорошо, надо будет. Чего в вторую длину? Тогда это место? Так, второй мейс. Л messaging появился. Да, лучшеuring. не пойдем вот в этот коридор и каким маршрутам я дальше пойду я пойду вот в эту загляну в гараж потом через водонапорную башню в сторону бара в туалет а потом после туалета заглянул на второй этаж и потом уже на главную улицу в комнату 12 и потом к старику дугласу эта серия возможно будет достаточно долгой ох это книги необычно выглядит это несложный противник предметы а светлячок точно эти господа хорошие любит светлячок о нет давайте зарядим то что дробить метод никого по моему в любом случае без дробовика сейчас справлюсь даже на ноту сейчас мыши скорее всего туда да да отстает от меня ножом всех почти там пару штук вначале и задел этим не ножом так я иду сюда чёртежон стол он немного мал повсюду валяются ошметки от ластика нет я хотел сначала зайти вот на свалку на гараж в гараж хотя нет зачем сейчас сейчас в гараж мне не надо я туда потом пойду как раз таки когда мы пойдем к мастеру дугласу который на самом деле ни хрена не старик в отличие того как я его назвал одна мышь все-таки меня укусила вот же штука бешеная вы хоть потихонечку опыт набиваем может быть удастся набрать 4000 чтобы сразу прокачать себе энергию среду до 3 ай болен вот именно такой слепоты нас эти очки и защищают которые мы подобрали кстати если лечиться за счет энергии то лучше это делать в бою в бою есть какой-то небольшой а иногда на самом деле даже очень большой бонус количество здоровья которое восстановится за счет использования энергии что вне боя вот этот лечение устанавливает 30 здоровья лечение второго уровня 40 здоровья и лечение третьего уровня 50 здоровья кстати я там нет ничего хорошо хоть я прошел без урона а то я уже тут столько урона ловлю везде просто где только можно содержимое на вид не очень свежая бочонки с пивом ничего чтобы мне интересно и всего лишь временное решение проблем какая не сложная комната бутылка биоэнергетик при применении полностью основает м в бою восстанавливает 100 м газированная минералка восстанавливающий много энергии метахондрии музыкальный автомат думаю музыка может поднять настроение свидание на башне бродяги такие расслабляющие мелодии тут играют пинбольная машина айнханда жаль у меня нет времени запустить пару шаров пинбольная машина айнханда это редкая модель не знаю как это пиэнханзер перевели как айнханда но да ладно не мне судить тут я не в курсе есть еще игра с одноименным названием на пир playstation тоже от square насколько я знаю и вот ну это явно отсылка на нее но что она айнханда я не знал вообще никак за тарсу давай ничего нового так мы идем в туалет да отстань от меня да ты скотина да отстань ты тварь охренеть какая настойчивая фигня боевой фонарь кстати вот этих по моему боевым фонарем можно оглушить точно не уверен но по моему можно и вспышкой кстати говоря у нас никого красота и двадцать четыре энергии сразу еще и лечил очка так теперь идем наверх наверх у нас снова эти кролики да ловите блин их так хорошенько штырит от света ага там сзади еще есть я даже не помню могут ли они встать после вот этого после вспышки давайте чуть-чуть подождем посмотрим просто интересно а остаются хорошо теперь знаем что они могут вставать кстати насчет того что эта серия будет длинная пожалуй я решил что не стану ее такой длинный сделать я сейчас зачищу всех противников которые у нас встречаются здесь и мы пойдем сохранимся в шестой комнате я совсем забыл что у меня же есть в стране еще и в шестой комнате господа хорошие ну разве что вот в гараж я пойду уже в следующей серии просто туда мне точно по пути я не хочу слишком большую серию делать и мы в следующей серии займемся в том числе вот этой головоломкой в которой мы искали подсказки и одну из которых мы подсчитали в этой серии и и больше не сможем прочесть потому что ночь ее уже не видно видимо днем солнечный свет дает больше всего давайте подлечить хоть не так много здоровья отсутствует кстати а насчет дайте дайте к из виду обратно в комнату есть какие нибудь реплики насчет окна если вот я выглядываю что мне только что показалось что кто то наблюдает за мной там находится универмаг а реплика абсолютно та же зеркало настолько грязное что я с трудом вижу собственное отражение здесь больше ничего нет мы заходим в этот номер а а а а а а и и и в а и и и и и а и И он бы мне полноги отрезанул. Так, погоди, я вот сюда хочу. Гостиница Бронко. Внутри ни души. Закрыто. Так, кроме пути к мистеру Дугласу, мы все зачистили. И давайте на этом, пожалуй, и закончим данную серию, чтобы не делать особо длинные эпизоды. А то, если я продолжу еще и дальше, то, мне кажется, там вообще на полтора часа может затянуться. Кто это? Ая? Здравствуй, подружка. Как же давно тебя не было вести, мы волновались за тебя. Пирс весь на нервах и бродит туда-сюда, как медведь в зоопарке. Ой, а где это он? Ну, и ладно. Да, Элл еще не вернулся. Да, знаю, это очень странно. Я вообще не похожа на него. Я вот думаю, а что если... Хотя, не может быть. Прости, я так рада, что ты жива. А меня понесло не в ту систему. Что? Ты собираешься в убежище? Ладно, ладно. Ясенько, я все понимаю, и передам Эллу. Конечно же, как только он вернется. Будьте осторожны, пока. Ну да, всего две реплики. Я, честно говоря, думал, что тут... Сейчас будет там реплики 4-5. Но нет. Настель готова. Однако я еще не хочу спать. Так. Здесь никаких новых раз. Да. Что ж, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. В следующих сериях. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok.